Соглашение ВТО Соглашение ВТО Соглашение ВТО ВТО плачевно для нашей России, потому что вступление в ВТО — это экономическая организация, а мы сегодня вступаем туда исключительно по политическим интересам. С точки зрения экономики вступление в ВТО для России абсолютно неоправдано. Почему? Первое — это абсолютно неравное ведение условий бизнеса. У нас в России гораздо дороже уже сейчас энергоресурсы, электричество в полтора раза дороже, чем в США и Канаде, в 3,5-5 раз дороже, чем в Киргизии, например. Газ через 3-5 лет, мы так понимаем, какими темпами он дорожает, будет уже приближаться к европейской цене. Бензин уже дороже, чем в США на 20%, ну и в разы дороже, чем в странах, которые добывают нефть. Значит, у нас очень тяжелая налоговая система, модернизация обходится нам в полтора-два раза дороже. Обычно с точки зрения налогов, чем в развитых странах, и по уровню рейтинга налоговой системы Россия находится только на 103-1034 месте. То есть 130 стран имеет гораздо более лояльную налоговую систему, это плохо давит на бизнес. Соответственно, у нас более высокая коррупция, бешено дорогая логистика, холодный климат, ну и самое главное – это стоимость кредитов. Вы знаете, что стоимость кредитов, которые очень важны для бизнеса, у нас 12-14% средняя ставка, в то время как в странах наших конкурентов, в том числе Китай, 2-5% ставка кредитов. Поэтому в этих условиях говорить о равной конкуренции абсолютно не приходится. Ну это первое. И второе экономическое, значит, обоснование, о чем я хотел сказать. Мы не увидели ни в правительстве, ни в Минэкономразвитии ни о экономических расчетах, о конкретных последствиях для отраслей, для конкретных регионов, и для бюджета, самое главное, чем отразится выполнение тех обязательств, которые есть. В отличие от этого мы увидели, вот сейчас вы видите на слайдике, это буквально недавно появилось на сайте американского USTR, американского органа по регулированию внешней торговли, четкий анализ для каждого штата США, как вступление России в ВТО положительно отразится на американском бизнесе, и какие возможности для каждого штата и для каждой американской отрасли появляются. Более этого, этот четкий анализ, он также подкрепляется высказыванием сенатора Бокуса, который на днях сказал, что вступление России в ВТО – это подарок для американских предприятий, рабочих, фермеров и владельцев ранчо. Так как Россия вступает, обязана будет снизить тарифы, обязана будет открыть свой рынок для американского экспорта, при этом США ничего не требует от США взамен. Мы считаем, что на самом деле нужно ратификацию откладывать, потому что те экономические меры и механизмы адаптации, которые нужно проводить, они требуют годы. Два – это еще очень мы позитивно посчитали. За два года можно многое поменять, но вообще 2-5 лет. Второе – мы требуем и считаем необходимым пересматривать условия, потому что те условия, которые были вывешены на сайте Минэкономразвития в начале этого года, если я не ошибаюсь, в феврале, это начало только с февраля, на самом деле реально бизнес стал оценивать, чем ему будет грозить вступление в ВТО. Потому что до февраля реально о чем конкретно договорились, какие будут ставки, сроки, никто этого не знал. Поэтому тут проанализировать это для многих тут несколько месяцев уходит. Так вот, те условия, которые вывешены, они абсолютно не соответствуют интересам и ожиданиям бизнеса, особенно бизнеса несырьевого. Если мы будем выполнять то, что сейчас записано в соглашениях о вступлении в ВТО, это прямая дорога опять к усилению сырьевой зависимости, и мы просто прогнозируем, что при снижении цен до 50 долларов за баррель, о чем, например, уже сейчас говорит Саудовская авария, а Аравия для России это будет просто катастрофа, потому что другой экономики, кроме газа и нефти, у нас нет, а со вступлением в ВТО тем более не будет. Ну и последнее, мы видим, что мы имеем контакты в Государственной Думе, видим, что обсуждения в Государственной Думе нет, не будет и не предвидится. Мы были участниками буквально несколько дней назад вместе с Максимом Юрьевичем, парламентских слушаний. Там абсолютно нет трибуны для того, чтобы высказать опасения или конкретные меры разработать. Все эти мероприятия, в том числе парламентские слушания, прошли калуарно, это буквально там 50 человек участвовало и для галочки, но и более того, партия, которая имеет большинство в Государственной Думе, уже фактически приняла решение, и имея там более 250 голосов, 225 голосов, мы очевидно понимаем, что даже три фракции, которые сейчас выступают против, это ЛДПР, Коммунисты и Справедливая Россия, к сожалению, они ничего сделать не смогут, повлиять на ратификацию они не смогут. Поэтому мы считаем, что необходимо этот вопрос выносить, значит, перед принятием ратификации выносить этот вопрос на массовый референдум, всероссийский референдум, чтобы узнать мнение народа, а как люди считают, как вступление в ВТО повлечет на них, на их предприятие, на их зарплату, и насколько готовы они делятся вот этим вот суверенитетом, который мы готовы передать во всемирную торговую организацию. Чем дальше будем откладывать, тем хуже будут условия, так сказать. Да, однозначно сегодня мы вступаем на условиях худших, чем там даже были заявлены в 2006 году, и, естественно, на условиях худших, чем наши предыдущие партнеры, коллеги по другим странам. Поэтому, ну, тут, конечно, ситуация неоднозначная. Мы бы относились к вступлению к ВТО как к некой данности, да, то есть там 90 лет варились в собственном соку, давайте еще вариться, да. И что мы получаем в итоге? Очень такие короткие цифры, так скажем, факт. С 1991 года, по разным оценкам, до 70% земель сельхозназначения вышло из силы оборота. Это ВТО в этом виноват? Что мы не умеем обрабатывать землю, что мы не реинвестируем в нее, что мы высасываем все из нее и фактически получаем вот то сельское хозяйство, которое у нас в СЕО-ште. ВТО виновата в том, что у нас колхозы заколочены просто десятками, сотнями. Конечно, много рисков, много, ну, скажем так, с поверхностной точки зрения отрицательных моментов, да. Например, начнем даже не с прямых, а с косвенных отрицательных моментов. Всем известно, это восьмикратное понижение импортных пошлин на ввоз с живой свинины. Каким образом отражается на зерновиках? То косвенно отражается, естественно, не выращиваем у себя, соответственно, нет потребности в зерне, в продуктах переработки и так далее, и так далее. Да, рынок падает. Ну, давайте теперь посмотрим на этот рынок. Опять-таки, по разным оценкам, но тем не менее, до 60% синоводов – это ЛПХ. Это неконтролируемый рынок, это некачественная сальная продукция, это непонятно, откуда взятое зерно. ЛПХ – это личное предусадебное хозяйство. Да, это личное предусадебное хозяйство. То есть, самое главное, это неконтролируемый рынок, и это ноль налогов от отрасли. По нашим оценкам, более 100 миллиардов косвенных убытков понесли зерновики от объявления эмбарго. В этом ВТО виновата. Вы знаете, что треть парка, которая обслуживала отрасль, ушла в другие отрасли после того, как эмбарго было объявлено, и не вернулась. Соответственно, поднялись цены автопарка, я имею в виду перевозчики. Соответственно, поднялись цены в оставшемся секторе. Там убытки колоссальные просто. Прямые риски. Ситуация с понижением в три раза пошлин на ввоз риса. Еще лет 10 назад рисовой отрасли у нас не было. Сейчас мы уже покрываем полностью все свои потребности. Это качественный рис. И вы знаете, какая ситуация с экспортом. Естественно, как понижаются пошлины, к нам охладен дешевый рис. Сейчас проблема известна, и Краснодарский край в этом смысле, если не предпринимать никаких мер, достаточно сильно пострадает. Но, возвращаясь к некой квинтэссенции своего доклада, я хотел бы сказать, что ВТО – это все-таки не плохо, не хорошо, это некий инструмент. То есть топором можно и ущерб нанести здоровью человека, а можно и церковь построить. Так вот наша позиция, что ВТО – это инструмент. И в той же самой ситуации с рисом, например, мы начали немножечко думать, а что же делать. И мы начали для себя открывать Тихоокеанский рынок, который, как ни странно, готов закупать наш качественный рис для поставки их в свои европейские рестораны. То есть работать надо, работать, думать и двигаться вперед в созидательном направлении. Если говорить о том, где Россия находится сейчас по отношению к другим странам с точки зрения уровня тарифной защиты, мы пришли к выводу, что, в принципе, сейчас уровень тарифной защиты у России примерно соответствует развивающимся странам. Другими словами, дальнейшего снижения, ну, можно сказать, не совсем оправданно, потому что после вступления в ВТО, собственно, тарифная, так сказать, усредненная тарифная ставка, она, скорее, будет ближе к уровню развитых стран, где, естественно, экономики более конкурентоспособны. Вот поэтому здесь, скорее, у нас мнение такое, что, ну, в принципе, нет необходимости, нет оснований, так сказать, для России в дальнейшем либерализовывать свою экономику, открывать ее для импорта. Вот, теперь с точки зрения, значит, заявления о том, что многие страны выиграли, и в качестве основного примера, как правило, Китай приводится, да, как страна, которая действительно, честным образом, выиграла вступление в ВТО. Мы сделали анализ по условиям, на которых вступала Китай в 2001 году, и на которых потенциально вступает Россия сейчас. Вот, и там видно, что три основные фактора, которые определяют конкурентоспособность, они радикально отличаются у России, да, от Китая, вот, 10 лет назад. В первую очередь, этот курс национальной валюты, который в России, или, можно сказать, конкурентоспособность, да, российских товаров, которые у России, ну, практически, там, вот здесь на слайде видно, да, на 60% ниже по сравнению с Китаем. И при этом основные ресурсы стоят гораздо дороже. Речь идет про труд, который, там, несколько раз дороже в России, чем в Китае, да, и про стоимость заемных средств, то есть капитал, который в два раза выше. Другими словами, все основания для того, чтобы российские товары были конкурентоспособны, после того, как Россия вступит в ВТО, да, они отсутствуют. Поэтому речь о том, что вот Россия ждет такой же, так сказать, всплеск экономический, индустриализация и рост именно перерабатывающих секторов экономики, он, в принципе, наверное, не совсем оправдан. Есть еще ряд институциональных факторов, которые, опять же, ограничивают выигрыш для России. Речь идет, ну, во-первых, про структуру экономики и экспорта, где у нас доминирует сырьевой сектор, я имею в виду в экспорте. Поэтому открытие, ну, вот либерализация торговли, она, по большому счету, для российских экспортеров не так интересна, потому что они уже, так сказать, успешно экспортируют, да, и доминируют со своими сырьевыми ресурсами на мировом рынке. А перерабатывающий сектор, он сейчас узок, вот, с точки зрения структуры экономики. Поэтому там дальнейший выигрыш и расширение, в общем, в силу перечисленных до этого факторов, он будет совершенно ограничен. Кроме того, есть ряд факторов институционального характера, про которые все знают, да, но они объективны, я имею в виду коррупцию, плохие законы, собственно, судебные системы и так далее. Вот, это те вещи, которые, так сказать, не позволят, да, перерабатывающему сектору быстро нарастить, собственно, и объемы выпуска и экспорта. Вот, если говорить про финансовую систему, которая, во-первых, не позволяет экономике иметь дешевые заемные ресурсы, во-вторых, она, так сказать, к тому же еще и гораздо менее эффективна, чем у других стран. То есть все факторы институционального характера, они опять говорят о том, что серьезных, серьезного выигрыша экономика вряд ли получит в области перерабатывающего сектора. Мы видим, что, наверное, в том сценарии, который сейчас предложен, да, вот в рамках протокола, наверное, вступление в ИТО является преждевременным. На наш взгляд, все-таки нужно реализовать ряд мер государственного характера, направленных как на поддержку конкретных отраслей, так и на исправление вот этой, вот, так сказать, негативной ситуации с институциональным фоном в стране и в экономике. Вот после этого вполне уместна, наверное, так сказать, дальнейшая либерализация внешней торговли, открытие внутреннего рынка.